И вот смотрите, еще что сделаем. Сильте вот эту линию и здесь поставьте частые дублеры. Ну, потому что это ведь часть уже не вот этой челюсти, а вот той половинки. Здесь они часто должны на малом расстоянии поправить. Показать вот этот рельеф зубных ревиол, у тебя сразу станет более выполнная лицевая часть скилета. Небольшой технический фокус. Вот попробуйте дать вот здесь вот небольшие дублеры, вот в этом сетке, не в этом, а вот в этом сетке, а здесь даже побольше. Ну, здесь, допустим, два дублера только, а здесь три. Причем дублеры вот так загибающиеся вот отсюда. Увидите, что получится. Конечно, такие штуки делали из гипса, а теперь из какого-нибудь полупассивного пластика. Ну, какое конкретно здесь, я, наверное, не скажу. Берется настоящая кость? Да, делается слегка с нее. Техника изготовления слегка понятна? Ну, во что-то окунается, после этого кость вынимается и это заливает. Ну, кость мажут графиком сначала, чтобы к ней к самому еще не приятного. Так, значит, потом укладывают форму и форму заливают чем-нибудь застывающим. Ну, можно даже тем же самым гипсом, хотя гипсом не очень хорошо. Так, после того, как он взялся, берут лобзик, поминки и аккуратненько дело распиливают. Кость вынимают и остается там полностью сходное искусство, сферой дырочек и в кого заливаются? Чего-нибудь твердеющее. Я не люблю слегки. У меня вот сердце слегков, только полный скелет, он тут разборный. Но разборное в хорошем действительно позволяет увидеть все изнутри, а все остальное у меня надобно не теряло. Так, что кость, она живая, а слегка он даже выборный. Когда будете работать, будете держать себя в руках, а все-таки не помнете листы, долго не плохо. А так, дома у вас утюг с паром есть? Неплохо вы нести, разводите. Ну, все-таки, понимаете, вы работали два дня, много сил уложили. Ну, обидно поработать с такими пристеками. Вполне подходящая сила и контурная линия. И с такой же силой, ну, здесь это понятно, с полной линией. А вот это так оставь. Угу. Так, ну-ка давай смотрим. Особенно, если работаешь с мягким кардашом, вот так никогда не делай. Показываю, как отделывается. Взял так лист. Вот так. Ну, потом, в крайнем случае, вот так. И все. Иначе, разносывается карандаш, все равномерно в серый пункт получается. Так, и я бы еще обязательно провел гублеры вот здесь. Ага. Это связано с чем? У нас сверху? Да. Поэтому нижняя кромочка, она затянена всегда просто по облеглению нижней кромочке. А, да. А, да. А, да. Так. Так. Значит, дай карандаш. Ну, вот сейчас немножечко проявим рельеф в этой части. Возвращаюсь. Ага. Вот видишь, я перехожу с одной стороны линии на другую. И это создает иллюзию плавного выгиба, не резкой грани, а плавно выгнутой поверхности. Вот так. Ну это конец, еще парочку дублерчиков вдоль нижней кромки. Ну просто потому что нижняя кромка она всегда тянет. Знаете что, сейчас я покажу вам, такие вещи вы пока еще делать не умеете, вы просто не очень понимаете где такие линии проводить. Сейчас я немного... Это условно можно назвать линией заполнения. После их проведения понятно, что это не пустые пятна. И вы знаете, в качестве первой пробы, ну просто чудесно. Очень хорошо, и я бы ничего больше не делал, оставил так. Потому что здесь большая вероятность того, что если вы будете продолжать сейчас на вашем уровне, вы дальше начнете пользоваться. А так это очень качественная работа покажет.